Видео подготовлено сайтом уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника алгебры 7 класса, авторами Зляк Полонский и Кер, под номером 504. Нас просят тут простить выражение. Итак, под номером 1. Произведение разности двух выражений и их суммы плюс b квадрат. Поскольку произведение разности двух выражений и их суммы равно разности квадратов этих выражений, то воспользуемся с вами этой формулой. И тогда 2а возводим в квадрат минус b квадрат. Это мы нашли произведение разности двух выражений 2а и b и их суммы и плюс еще b квадрат. 2а возводим в квадрат, 2а возводим в квадрат, 4а возводим в квадрат, а квадрат. А минус b квадрат и плюс b квадрат это подобные члены. У них одинаковая буквенная часть b квадрат, а коэффициенты минус 1 и плюс 1 противоположные числа, их сумма равна нулю. Поэтому эти одночлены при приведении подобных слагаемых взаимно уничтожаются. Остается 4а квадрат. Под номером 2 10х квадрат плюс произведение разности двух выражений и их суммы. Воспользуемся формулой. Сначала перепишем 10х квадрат. А произведение разности выражений и их суммы равно разности квадратов этих выражений. Первое выражение у нас y. Возводим его в квадрат, будет y квадрат. Минус второе выражение у нас 5х. Возводим его в квадрат, будет 5х в квадрате. Переписываем 10х квадрат плюс y квадрат. Ставим знак минус и возводим 5х в квадрат. Мы возводим в квадрат произведение, поэтому возводим в квадрат каждый множитель. 5 возводим в квадрат, 5 и 5 это 25. И x возводим в квадрат, это будет x квадрат. y квадрат переписываем и приводим подобные слагаемые. 10х в квадрат минус 25х в квадрат. Складываем коэффициенты. Будет 10 минус 25. Получаем минус 15. Мы поставили знак числа с большим модулем минус. И от большего модуля вычли меньшее. От 25 вычли 10, получили 15. И дописываем их общую буквенную часть, x квадрат. Под номером 3. 64m квадрат переписываем. А теперь у нас вычитается произведение разностью двух выражений и их суммы. Воспользуемся формулой. Возведем в квадрат первое выражение. Мы его смотрим по разности. Это 8m. Если у нас произведение возводится в квадрат, то мы уберем его в скобки. Минус квадрат второго выражения. Минус 9 в квадрате. 64m квадрат переписываем. 8m возводим в квадрат. Если мы возводим в квадрат произведения, возводим в квадрат каждый множитель. 8 возводим в квадрат. 8 и 8. 64. И m возводим в квадрат. Будет m квадрат. Минус 9 в квадрате. Это 9 умножить на 9. 81. Открываем скобки, перед которыми стоит знак минус. Все знаки в скобках поменяем на противоположные. И тогда 64m квадрат будет минус 64m квадрат и плюс 81. 64m квадрат и минус 64m квадрат подобные. Слагаем у них одинаковая буквенная часть m квадрат. А коэффициенты противоположные числа. Поэтому сумма этих однощинов равна 0. И у нас остается 81. Под номером 4. У нас сумма произведений. Первое произведение это произведение разности двух выражений и их суммы. И второе то же самое. Итак, воспользуемся формулой. По разности определяем от чего что отнимать. 4х минус 7у умноженное на 4х плюс 7у. Выражение у нас 4х и 7у. И согласно правилу мы получаем разность квадратов этих выражений. 4х возводим в квадрат минус 7у возводим в квадрат. Это мы упростили первое произведение. Ставим знак плюс. Теперь упростим второе произведение. Чтобы не умножать многочлен на многочлен, выясним, что первое выражение здесь 7х, второе 4у. Возводим в квадрат первое выражение 7х. И вычитаем квадрат второго выражения. 4у возводим в квадрат. Возводим 4х в квадрат. 4 в квадрате 4х4 16. И возводим в квадрат х в квадрат. Минус 7у возводим в квадрат. 7 в квадрате 7у7 49. И у возводим в квадрат. плюс, 7 в квадрат мы уже возводили, это 49 и х в квадрат. Минус 4 в квадрате 16 и у возводим в квадрат. Приводим подобные слагаемые. 16х в квадрате плюс 49х в квадрате. Складываем коэффициенты. К 16 прибавляем 49, получаем 65. И дописываем их общую буквенную часть х в квадрат. Минус 49у в квадрате и минус 16у в квадрате. Складываем коэффициенты, это отрицательные числа, их сумма, число отрицательное. Складываем модули, получаем 65. И дописываем общую буквенную часть у в квадрате. Получили 65х в квадрате минус 65у в квадрате под номером 5. Обратите внимание, что у нас сумма произведений. И первое произведение у нас разные выражения. В первых скобках а минус 2, а во вторых а плюс 3. Поэтому просто находим произведение этих многочленов. А умножаем на а плюс 3. А умножаем на а, а квадрат. А умножаем на 3, плюс 3а. Теперь минус 2 умножаем на а плюс 3. Минус 2 умножаем на а, минус 2а. И минус 2 умножаем на плюс 3, будет минус 6. А вот второе произведение, это произведение разности двух выражений, 6 и а, и их суммы. Оно равно разности квадратов этих выражений. 6 в квадрате 36 минус а квадрат. А квадрат и минус а квадрат взаимно уничтожаются. Коэффициенты у них 1 и минус 1, противоположные числа. 3а минус 2а, это будет а. А минус 6 плюс 36, это плюс 30. И под номером 6. Сначала у нас с вами произведение одночлена и двучлена, а потом вычитается произведение разности двух выражений и их же суммы. Применим формулу. 3а умножаем на а минус b. 3а умножаем на а. 3а квадрат. 3а умножаем на минус b, будет минус 3а b. Ставим знак минус и в скобках воспользуемся правилом. Произведение разности двух выражений и их суммы равно разности квадратов этих выражений. Первое выражение у нас 3а. Мы определяем по скобкам, в которых стоит разность. Возводим его в квадрат. И минус квадрат второго выражения. Второе выражение у нас 2b. 2b возводим в квадрат. 3а квадрат минус 3а b переписываем. Скобки пока не открываем, пока не возведем в квадрат. 3а возводим в квадрат. 3 возводим в квадрат. 3жды 3, 9. И а квадрат. Минус 2 возводим в квадрат. 4. 2жды 2, 4. И b квадрат. 3а квадрат минус 3а b переписали. И открываем скобки, перед которыми стоит знак минус. Все знаки меняем на противоположные. Было плюс 9а квадрат, пишем минус 9а квадрат. Было минус 4b квадрат, пишем плюс 4b квадрат. 3а квадрат минус 9а квадрат. Подобные члены, у них одинаковая буквенная часть а квадрат. От 3 вычитаем 9, результат будет отрицательный. А теперь из большего модуля вычитаем меньше. От 9 вычитаем 3, будет 6. Минус 6а квадрат. И переписываем. Минус 3а b и плюс 4b квадрат. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео. До новых встреч!